Проверяю капканы на мочеточках. Два капкана проверил, пусто. К третьему капкану подъехал. Попадание лисы. Вот она мочеточка. Здесь устанавливал капкан. Лиса попала. Видно тоже как бы присутствует кровь. Здесь лиса крутилась, перешла через буранку на эту сторону. Вот так вот покрутилась. Потом опять через буранку перешла и пошла вот в эту сторону. Куда-то сюда вот. В мелкой лесе. Там дальше стоит еще один капкан на мочеточке. Поеду его проверю. Крутанусь и уже буду искать лесу где-то вот примерно в этом месте. Ну в этой стороне. То есть сюда лиса не пошла. Здесь более гуще лес. Пошла сюда вот в мелкой лесе. По следам похоже, что палка. Палка в виде потаска. Потому что у меня есть часть капканов с палками. Основные, вернее, капканы у меня все с палками. А часть капканов с крючками. По-моему, 3 или 4 капкана. Ладно, сейчас заложу мотособаку. Двигаюсь по направлению, куда пошла лиса. И заодно проверю четвертый капкан на мочеточке. А потом поедем туда вот за большой лес. На приваду. Там еще будем проверять капканы. Лиса вот здесь покрутилась, попетлялась. Но видно, что сюда вот входила. В эту сторону. Там не видать. Сейчас отъеду, посмотрю, куда она точно пошла. Набродов много. Набродов много. Впереди тоже вот она крутилась. Если это даже не вторая леса влетела. Здесь же тоже у меня капкан стоял на мочеточке. Вот. Здесь тоже. Вот здесь вот капкан у меня был установлен. Вот здесь, вот в этом месте. Получается, тот свет с той мочеточки уходит в эту сторону. И здесь тоже уходит в эту сторону. Сейчас буду разбираться. Либо два попадания, либо лиса изначально попала здесь, что ли. Потом пошла, собрала ту мочеточку. Он пока непонятный. Вчера не проверял. Вчера был на работе на сутках. Сегодня с работы приехал с утра. Ну и сразу сюда, на проверку капканов. То есть, два капкана как будто бы сработаны. Капкан ничего не пойму. Ну, я сегодня взял, чтобы лыжи. Здесь, по-моему, капкан стоял. Тайга Магнум. С крючком. Здесь точно был с крючком. Ладно, одеваю лыжи и еду по следам. Пока вроде все верно. Два попадания. Вот один след оттуда идет. С потаском. Один вот отсюда, вот сзади меня. Здесь вот сходится. И потом дальше уже расходится. Один уходит влево. Один прямо, а потом туда вот вправо. Сейчас постараюсь приблизить, показать получше. Вот один сюда пошел. Вот полосочка. А второй след от потаска вот прямо идет. А потом вот в ту сторону вот уходит. Дальше двигаюсь. Вот хотелось бы еще для сравнения показать два следа от потаса. Один крючок, а один палка. От палки вот такой вот след остается широкий. То есть палка играет, катается то влево, то вправо, волочаясь за лисой по следу. Крючок же, он если допустим глубокий след, лиса капканом проминает его. И то есть крючок волочится ровно за лисой. Ровно за лисой. Как вот лиса идет, так и крючок за ней волочится. Вот, видно, да, борозда, глубина борозды. И все. А вот след палки. Вот след палки. Вот как все широко, наезжено, накручено. И то есть палка при любом возможном моменте начинает цепляться за деревья. Близ стоящие от тропинки лисы. Крючок же пока куда-нибудь не воткнется. Пока лиса где-нибудь не начнет переползать через поваленное бревно. Либо уж совсем в густое не полезет. Одну лису вижу. Вот, дергается. Вот, дергается. Здесь же, получается, идет след от капкана с крючком. Туда вот дальше уходит с потасом. Более чистое место. Надо будет сейчас забирать. Сутки просидели. Что там с лапой, неизвестно. Ну, добрал. Одного лесовина. Самец. Достаточно красивый. Капкан тайга магнум. Магнум. Захват по месту. Лапа разрезана. Заморожена. Опять же, заморожена до сустава. Но не сломана. Крючок в виде потаска. Здесь конкретный чипыжник. Сосны молодые. В перемешку с осиной. Здесь грех ему было не запутаться. А тот уходит сюда вот в чистое. Более-менее почище. Уходит сюда. Сейчас пойду посмотрю. В эту сторону. Красивый достаточно экземпляр. Самец. Кстати, крупный. Хороший, крупный. Иду за вторым. Вторую лису. Лису-лисудьба будет найти мне. Сегодня. Так как, видать, попалась-то. Как раз вот. Может, в ту самую ночь. После того, как я проверил капканы. И поймал в лесу. Вторую лису поймал. В общем, вот он лежит. Потаск. Без капкана. Звено отцепить на месте. А лиса ушла с капканом. Думаю, добрать ее сейчас вообще будет невозможно. Только если день догоняется, живем. Но сейчас пройду, посмотрю еще. То есть не палка сломалась, а именно звено. Сломалось звено на цепи. Так-то недалеко. Лиса ушла от того лесовина. Что тут, вон там. Это здесь за елочками покружено. Накружено все. Здесь вот отрыв. И пошел в ту сторону. Так. Ну, расклад такой. Круг замкнул. Вот по этому мелколесью. Вот так по кругу. И вышел сюда. На буранку. И дошел до мотособаки. Лиса где-то вот в этом мелколесье. Сначала шел по следам. Потом давай делать больше круг. Обрезал. Замкнул круг. Выхода нету. Дошел до мотособаки. Съездил за ружьем. Взял ружье. Ну и сейчас буду преследовать. Так будет больше шансов добрать. Раз она туда в большой лес никуда не ушла. Где-то здесь. Попытаюсь так с ружьем подойти. Догнал. В таком чупыжнике ее не догнать. Легко получилось догнать ее. Сейчас вот возьму цепочку в руки. И ружье не понадобилось. Вот она капканом цепляется. Бежит снега много. Лисичка небольшая. Но тоже красивая. Вот ружье. Ну это для страховки. Так на всякий случай. Ладно. Все. Пока она здесь рядом со мной. Надо ее прибирать. Вся лесу добрал. Принес вот так этому лесовину. Капкан. Тайга. Модернизированная. Состояние капкана. В принципе все элементы на месте. Захват тоже по месту. Ну вот. Качество цепи. Купленной. В магазине. В хозяйственном. Оставляет жевать лучшего. Оторвалось. Вот звено. Вот оно звено. Оторвалось. В принципе. В таком же состоянии. Как и во все там капкане. Никакой разницы не заметил. Тоже дубовая. Но это вот лиса. Она попалась. Давненько уже. На вторые сутки получается. У нас капканом гуляет. Вот так вот намотала себе цепочку на лап. то что капканом цеплялась поэтому получилось ее догнать в таком вот чепыжники это лисица самочка это лисовина в принципе по размеру по размеру как бы не очень отличается лист чуть-чуть покрупнее будет ружье не пригодилось зато просто выгулил ружье иду до мото собаки сюда подъеду загружаюсь и еду туда в сторону приводы на приводе с первого взгляда никаких изменений нету не считая того то что пушки вот куничьи раскиданы воронье растискало по капканам один здесь стоит по той стороны не вижу но опять же попадания тоже не вижу не вижу подход есть или нет попадания точно нету вот один в той стороне и один в той стороне сейчас по кругу проеду просмотрю а так вроде все без изменений никто не попался сейчас сделаю круг еду сторону дома работы сегодня хватает